Этого звонка жители села Кошки ждали 15 лет. Образовательный центр, строительство которого из-за кризиса затянулось, открывает свои двери. Областные власти нашли деньги и 1200 ребят села будут учиться в современных классах. Школьники с гордостью демонстрируют свои новые возможности. И с помощью захвата взять его и перевести с места на место. На базе образовательного центра не только школа, но и классы начального и среднего профессионального образования. В них также самые современные учебные оборудования. На таких стендах студенты наглядно учатся вычислять оптимальные энергозатраты при транспортировке жидкости по любому трубопроводу. Посмотрим, как работает этот стенд. Включаем ток, мотор и начинаем увеличивать давление. Если слышим вот такой характерный свист, значит давление слишком сильное и энергозатраты тоже большие. Это не очень хорошо, что видно, в общем-то, на датчике. Эта цифра показывает мощность и энергозатраты, которые тратятся, когда жидкость идет по трубам. Рассчитываем давление, уменьшаем. Уменьшили давление и, соответственно, энергозатраты тоже уменьшились. Развиваться не только интеллектуально, но и физически. В образовательном центре работают бассейн и спортзал. Центр уникальный, я сразу хочу сказать. И каких-то претензий предъявить, вот сейчас, каких-то особо серьезных претензий, что-то сделали не так, почти нет, практически нет. Уже строители наши стали, в общем, тоже делать многие вещи, не кое-как, а делать по-настоящему. Поэтому, что это и для меня день такой необычный, и для кошек он очень важный, исторический день. Что такой образовательный центр и такой дворец спорта, который будет здесь к лету, это на долгие десятилетия вперед они будут этим гордиться и привлекать людей для того, чтобы здесь жили и радовались жизни людям. Летом в Кошках откроется еще и спортивный дворец Победы. В двухэтажном здании площадью около 7 тысяч квадратных метров разместятся ледовая арена, универсальные тренажерные и гимнастические залы, а также шахматный клуб. Сразу после осмотра строительной площадки Николай Меркушкин посещает местный маслосырозавод. Его работники рассказывают, сейчас здесь проводят модернизацию оборудования, чтобы выпускать больше качественного продукта. Все сети бассейна мы уберем, а с существующей производства сыр будет автоматически поступать в бассейн, здесь будет солиться, выплывать, обрабатываться ассетическим средством, ласкать водой, сушиться. Губернатор побывал в гостях и у семьи Ермолаевых. Супруги получили деньги на строительство своего дома за счет госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». За последние три года жилье по этой программе получили более 1200 семей. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. Субтитры создавал DimaTorzok